Второй полуфинал. Гномья. Баталия. Два седовласых гнома-седобородых. Талгар и Хангул. Я за второго, ты за первого. Битва Рун. Большие характеристики против характеристик поменьше. Еще раз посмотри, слабость мефицеза, граммагить мефицеза. Я вот такой. Я хочу. Напомню, что у нас. Ай, блин, у тебя же Лебенталь, у тебя несколько жрать будет. Я думал, Вимпирис сейчас на своих наложу. Ну да. Оказается, нет. Ну тогда что-нибудь другое будет накладывать. Вот здесь я вот уже даже не знаю, кто сильнее, поэтому здесь, я думаю, 50 на 50. Может быть, даже два пола придется провалить. Да. Ну что, погнали. Докого глаза. Я даже не знаю. Идти мне вот так. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Засел в моей башке всерьез. А, прикинь, тут этот самый прикол был. Короче, мне по универу сейчас пошли такие произведения читать надо. Божественную комедию Данте, Фауст. Ну, в общем, все связано с Садом, Райемом, это противоположное. Так мне тут, короче, вчера полдня этого Фауста читал. А ночью приснилось, как я из Ада выбираюсь. Хорошо, что не из Ада. Типа меня туда запихнули, блин, и я там весь сон оттуда вылезти. Прикол в чем? Чем сон закончился? Я вроде как типа вылажу такой оттуда. И тут понимаю, что нихера, это типа какой-то дополнительный круг, похожий на наш мир, блин. Такой типа, а где продолжение? Приснится же всякая херня-ка. Э-э-э-э, ты че творишь, ты че творишь, ты че творишь? Блин, у тебя все как нюх, защитность, через чур, 800... А, фига, почему этим сильнее? Ну ладно, тогда вот так. О, и все гномики померли, померли. А, ну да, кстати, они обычно же в конце живые остаются тут. Так, теоретически он добежит. Куда ты там собрался, добежит? Да в гости, блин, что-то он твоих ярлов убивать не хочет. Мне кажется, сейчас твои ярлы какую, кучкину мать покажешь. Нет, даже одного не забрал. Позорище. Позорище. ну да два царик что-то как-то по идее должен был убить они убили так это мне не нравится тогда начнем с замедления пацаны у нас замедлил пацаны у нас замедлил бежать не можем прыгать тоже так 130 маны а запихнуть в дипси запихну фигасе некуда прокачался тут такой а у тебя же еще и божественная месть будет блин может и зря я не разделил всего 113 но это так себе так заполнил это сколько это угар может пожарить ладно долбанем два раза он там все по хорошо серьезно оглушил еще внизу так оглушение мол для дебилов смотри так и не поняла что не зацепил ты мы его жиробаса не трогать побежали все блин на 1 спортсмен спортсмен пирс с отбор до блин гномик вообще дебил такая то в писяге н вы научитесь а что это за рука вопрос силы дают цену одного наконец то это веки м у нас есть от кого подпитываться допустим м м м м м м и м м м м м м я что-то думал эти ярлы щас как начнут там от ветки раздавать налево-направо конечно не грифон и тебе не имею ввиду стоит 20 конечно они будут сильно то есть я думаю всего 9 12 да у тебя навыки хорошие его счет навыков ты тянешь чувство толгар реально блин если толкар пройдет финал я буду вообще в шоке как он смог в первом этапе вылететь от синитара при этом дополнительной жизнью дошел до конца не то есть я реально был прав что он действительно сильный персонаж то есть это это действительно вот для каждого персонажа есть свой который анти персонаж ну да который в чем-то может ему противопоставить как вот например и помнишь у нас ласло джали бы проиграл но когда хотя вроде казалось бы там что вообще и кто кто это вообще его никто не помнит господи что вы такие 140 прочные из железа что именно то я вроде вас заметил пацаны почему так быстро ходить на этих предки чупа 10 немощность он уж то разрушающий вам лучше дать принципе разрушающий луч это даже каменная кожа только наоборот хотя стреляет герой неплохо по 200 урона на нос может мне проще так делать кстати вполне возможно но это мне блин сколько надо раз то выставить по дракону 9 штук каждому по разу так ну потихонечку будем кромсать как я по тебе ты по мне чё там гном встал за крыс гном творишь что за руна энергия спортсмен я тебя нашел хватит такой свой такой свои пять копеек ставил когда вы все пошли бы у вас там гномы сладкие есть у да нет блины оглушивающего замечательно когда он там сходится я только уж думал все сейчас схожусь хренов 2 никогда и руна воскрешение не сделать все скопы ну реально блин злая толгар читер читер еще один вот два читера встретились хотя толгар некоторые бои у него так притык были с теми же первыми варварами с крагом тем же со скрагом но да кого-то добиваю так ладно пока ты тут стоишь рядом башки тебе 5 еще творите что творит или хочу два дебилы что там воздух поразмахивал прикик это выглядела бы такую друшу и блин и промазал упор промазал на тебе по башне да чё ты там пумкаешь кишки пытается выпустить блин и не спасти ты никак своего яру так может разрушающий блин я не знаю или проще самому долбасить долбахлопы не конечно оглушение вообще спасают ух ёгтель моктель да ты офигел что ты ваще вау 28 блин да по этим драконам странно как-то хангул блин весь турнир тащила тут что-то выдохся с другой стороны шагул у хангул несколько боев были такие впритык поэтому более даже впритык чему толгары бедному я в огне лежит и плачет за что дайте место для драки все таки у них работает по спецификам такая но я нажал притянуть их а не притянуть в чем там на одну притягивали чтоб дракоши их сожрали ну этих стрелков а у них специфика если они в начале боя ничего не сделали ну в смысле не лево не вправо шага и назад вперед то их ничто не сбить таки типа крутые парни а блин уже никто не трогал но сейчас проверить этот нечестивое слово подействует на драконов или нет но с учетом того что это элементаре черт написано же вроде нечестивое слово не действует только на нежити демонов на остальных вроде как действовать элементарь это такая элементарь ну как бы я так понимаю подразумеваются живые добрые существа элементарь вообще к живым не относятся но не обязательно добрые просто живые ведь на темных эльфа уже действует герои просто так герои хит просто так сейчас проверю почитаю что читать прежде чем сделать поражать всех существ не прижать фракциям фермы некрополис ферма давай проверим ух ты работает да и не слабенько работает ядрить колотить надо брасля за то я сделать я сначала хотел сказать надо было тоже сразу так было смотрю что у тебя почти все передохли нет я имею я вам давать вампиризм и херачить так ну да может сработало бы кстати это могло спасти положение если так разобраться причем не только на ярлы нет ну терять еще ход еще на кого-то класть это класть я не могу пройти не просто смотри допустим накладывая на ярлы да я не посмотрел а у кроля полгора тебе снять сейчас нет смотри мы просто рассуждаем накладу допустим я трачу ход на ярлы ты один хрен там драконами успеваешь подходи там штук десять у меня убиваешь пока там приходит ну не десять там штук семь да подходит ход моего этого я делал одно ну по одному дракону я убью потом еще по одному к этому время ты уже моего ярлы я думаю уже разберешь то есть пока я там то есть ты своим оглушением даже не дашь ему сходиться разделять ярлов но это тратить ходы одному давать вампиризм потом второму то есть тоже и в принципе и нечистивого слова ты еще даже не будешь испортить ну да то есть это все равно ход тратится то есть пока я там это все сделаю я думаю ярлы да ты хотя конечно можно было мне ярлам вообще не бить чтоб ты этим божественно просто встать как бы держать удар но все равно сколько он вот ты одним дракон сколько по одному два добил ага то есть плюс баллиста по два забирала а да там же еще баллист ты бы знал что я окей все на ярлы и ты бы просто бил бы всеми ярлы мою мелочь бы не бил а просто бы расстреливал ярлы и все знаю что я как бы божественно ой ты не чти все равно убью так что я думаю тут вряд ли у хангала тут шансы какие то но есть только там совсем очень там впритык так что король идет дальше встретиться в финале с алариком там и я надеюсь будет битва всех битв будет битва вприты хотя по сути да у хангала как бы осталась одна жизнь но толку ее не на ком мы уже ее используем аларик прошел дальше а из тех кто проиграл так что я не думаю что хангал там аларику сможет что то противопоставить вот и самое интересное что король толгар у нас один раз то проиграл аларик вообще ни разу вот такой парадокс если аларик еще и короля толгары выгод это вообще будет у нас безупречно победить который ни разу не проиграл ладно мы прощаемся и увидимся надеюсь на эпическом финале всем good bye вы думали мы все а мы не все мы все таки решили провести второй бой это правда это происходит не сразу же а спустя определенное время а спустя пять лет потому что я все таки подумал что стоит провести нашу теорию с экспериментом ярл и вампиризм на ярла и это тем не чтивы слова а я говорил 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 да я еще раз возьму хангала чтобы во что бы то ни стало нет чтобы было проще это все реализовато возьму арену каменный зал так как сам собой я уже подрался и если на арене будет хоть какие то небольшие камушки ну с какой то слева либо с правой стороны ну и можно будет как то спрятать ярла то у толгара шанс вообще там практически не будет то есть там просто запираешь мелкими гномами да и пока драконы там к нему пролазят ты просто хератишь этот а ну на более плоско там шанс у короля так чуть побольше но ну короче сейчас мы посмотрим как что будет но все равно как бы очень редко скам самое забавное что я когда за толгар увидел что у него антимагия подумал о сейчас антимагия на дракон и все и хрен оказывается она только срабатывает от первого до четвертого уровня и на пятый вообще не работает поэтому кстати слышь этот самый каменный зал это наверное единственная локация где вообще никаких препятствий ну кстати да я тоже заметил такая чистенькая красивенькая не знаю геро в зафер да 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 именно так ну основная задача это прикрыть ярла всеми правдами и неправдами ну на начальном этапе конечно можно было сразу стрелять но там урон один хрен не такой большой ну а задача толгара пытаться всеми правдами и неправдами выносить этого ярла и дняшка я руку но антимагия короче у полгара работают а это то вот сейчас есть телепорт может телепортно тут свободу вот эту ячейку одного дракона если хочешь ну это да я думал поправить я вам надо стараться вообще никого не бить чтобы этот божественное место божественное место я сейчас забыли уроны но кстати я тоже тогда когда с собой я порой забывал эти уроны вешать ну блин потому что за гомов часто не играем так ах ты эмпирический кусок говна ха 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 щас будешь получать на да ага так быстрее хотя нет быстрее что быстрее или нет щетки да наверно а дракон я лучи интересно атаку не пламенем своего зацепит да вообще не отошел уже щас а пацаны пацанчики загибали пальчики 하х ха 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 Сслышал тут песня во днях вообще не очень люблю это песни а так как задум changes вприн kavuz не могу избавиться теперь пeen такие давайте пройти ваще место для драки да че то там за усиление колдуешь ах ты хитрюшка ну а как слегка а я просто усилен так как они у тебя невосприимчивые такие как бы гад на эти пары я вам желательно неосязаемость брать ну это понятно еще можно было в блок встать но раз уж я отошел потому что в блоке стоит он сейчас отпор дает а потом ну это потому что у тебя готовность с способы все просто и банально и 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 добавить А это ледяной глыбы бей, у него уже она такая неплохая. Ща я вот смотрю, у него шипы нормальные, 128, вот 216. Может мне так надо было и с самого начала. Так, нет, мне лучше не бить, иначе божественное такое. Не, вообще нельзя двигаться. Угу. 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 рейтинг чего почти не приделась точка дракон дайте мне пройти а ему проходить нему а он сейчас через нижнюю давайте кто может такой встал черт убери что такое пройти не можешь этот опыт и ускорение даже не поможет так как то есть в сфере так главное не перепутать урон неубиваемый кусок говна ладно 1 суда хочет он божественная местью била и все так стоят на месте боятся рыпнуться от нечистивого не убежишь мой друг что люблю готовьтесь друзьям и даже ровно неосязаемости все что ли один остался ты же без ускорения ты превышит ускорение получение добежал бензин кончат с чем сделать курицы да давайте уже добивай чем я добью то блин ты думаешь 7 так сильно бьют чтобы добить нет я думаю хангл 7 добьет видишь да ёброса ты да что ж такое ты хотя зря наверно сейчас опам но все равно это при том что нет никаких препятствий мне кажется тут справедливее ханглу отдать потому что так очень редко бывает что вообще ничего нет на карте ну да но не бывает так уж не бывает на крайне крайне редко обезьян да что я и я не не я что Сколько у меня в жизни? 40 осталось. Дотянешься? 11 дотянусь. На руна неосязаемости зависит. Время у дракона арката получили 336 единиц урона. 40. Он не нанесет 40 урона. Я думаю, спасет его от двух случайных стихий. Просто, ну это, блин, на фарт, а если лед не будет? На фарт, а у меня еще сейчас баллиста будет упасть. Я, может, даже обычным ударом ограничусь, если он убивает. А, точно. Э, баллиста его убивает. Ну, блин, спорный, конечно, вопрос. С одной стороны, по идее, нас король Талгар две победы одержал. Ну, первая была, потому что мы там вообще вот эту фишку не пытались. Опять вариться разбирались. Да, здесь... Здесь же, опять же, если брать... Чисто открытую местность. Ну, если брать... Ну, было бы с камнями... Как я говорю, открытая местность. Там шансов было бы гораздо меньше. Я даже не знаю. Но они примерно, в принципе, равны, если разобраться. То есть, от местности. Не, ну да, да. Понятно, что бой да впритык получается. Ну, от местности очень много зависит. Ну, короче, решайте сами, друзья. Мы в тупике. Да, я как бы не знаю. С одной стороны... Ну, Талгар оба боя выиграл. Он вроде как засунулся. С другой стороны, первый бой мы провели вообще не знаю. Ну, как бы не допускаю этой фишки. Ну, только под конец понял, что можно так сделать. Вот. Опять же, если были бы препятствия... Можно, конечно, допустим, сейчас еще один бой провести уже просто с препятствием. Посмотреть, как это будет выглядеть. Вот. Ну, как бы тут... Ну, то есть, по идее, как бы вот этот первый бой взять, как будто... Ну, вот это был первый бой, а второй как вот с препятствием был. Ну, вот с этой позиции рассматривать. Потому что вот тот первый бой, я считаю, как бы как настоящий рассматривать, ну, не очень правильно. Потому что... Потому что он как ознакомительный. Мы... Ну, не нашли максимально эффективное действие у Хангу. То есть, вот только в этом. Ну, он ушел как ознакомительный. Ну, давай этот еще один посмотрим с камнями, если получится. Давай. Если камни вылезут. Возьмем случайную арену, что будет, то и будет. Слышь, погодите секунду, у этого с апреля полгорода такая мордость, как вы меня заколебали. А, ну, вот как раз неплохая арена вот с этими камушками. Не, ну, такие арены, они чаще всего и попадаются вообще в открытой арене. Так, нет, я говорю, я когда сам собой играл, я три раза выбирал случайно, у меня три раза вываливались камни, либо вот столько, либо еще больше. Ну, ну, как бы в этом и фишка, что открытая арена это вообще редкость. То есть, всегда какой-то камушек есть. Так, какой бьет крестовой? Они очень сильно могут повлиять на исходы. Просто видишь, проблема в том, что вот сейчас мы бой провели, то есть у меня эти колдуны даже, ну, не успели стрельнуть, а когда я сам собой играл, у меня они, ну, мудрились там разок даже попасть по этим. Попасть. Попасть прямо в пасть. Попасть прямо в пасть. Попасть прямо в пасть. Попасть прямо в пасть. Ты готов? Так, я просто думаю, так он наискось будет бить. А у тебя есть свободные места? Да и не все заняты. Так, не так раздумаю. Если у тебя есть свободные места, просто сделай вообще повод, его закрой, там коробка и хер какой. Нет, да я хочу, чтобы эти драконы наискось не убили. Если я так просто гномики будут наискось получать дюлей. Не, ну у тебя не получится так, чтобы они вообще уроны. Ну ладно, пусть гномики получают в принципе не страшно. Чтобы все они учитывают, так будут получать, по его же нечисти. Нет, я не надо драконов, чтобы они меньше урона получали. Я уже понятно. Расстав шахматном порядке, не знаю. Или через клетку. Ладно, вот так все поставил. Давай, I'm ready. Да, и шахматном порядке. Может конечно было через клетку, но нужно наступить без сообраза. Оли-няли. Здесь, я думаю, у этого должно быть меньше шансов. Так, выстрел Хан, ой, этого Ярла оставить что-то. Да ладно, пока про этот блоки стоим. Пусть встал в блоки. О! Хм. Так, это который огненным шаром, а пусть долбит всю вот эту шиздобратья. А, точно у тебя же такая херня есть, я и забыл. А, это пусть просто стреляет по дракону. А, да поставь все эту огненную стенку, не знаю. Зачем она на дракону ничего не пьет? Не, ну понятно, что дракона не пьет. Вот этот перекрестном. Перекрестном? Кстати, ты вот их расставил и не цепляет. Че, 55-55 не зацепит, если она... Не, не цепляет. Нифига себе. А, нет. Грунг цепляет. Ах ты, козел. Наипига себе. Просто надо немножечко назад отвести. Че-то странно как-то ножка. То есть, я ее двигаю, он сразу перескакивает. А надо отвести чуть-чуть назад. Ну, давай, пошел, бей меня. Че, двоих ты видел? Ты вообще? Потому что разгон. Чем больше разгон, тем медленнее этот. Ой, чем слабее урон у гномика. С каких пор? В смысле? Ну, у гномиков такая специфика. Если противник, чем дальше ему идти, тем меньше урон будет. А, вот этого я не знал. Это, типа, намек на то, что они мелкие? Хрен знает. Так уйдет я такой дракошер. Да, ща. Я гномик побежал. Я увидел дырочку. Сейчас из нее буду долбить. Бедного ярла. А ты сразу этой ледяной говняшки стреляй. Ну, я ее и собрал сейчас. Не надо никаких каменных костов. Ну да, ты, в принципе, все равно не бьешь. Так, этого все равно на нас будет. Завалят. Ладно. Лог. Такс. А, я чуть этот не запустил. Этот самый. Нечестивая сразу сначала в эмпиризм надо. А, я чуть этот не запустил. Ям-ням-ням-ням-ням. Сейчас будет жрать людей. Так. Ты есть не людей? Я хитрый. Я хитрый. Я хитрый. Ого, 210. Правда. Ладно. Давай. Мимо, мимо, мимо. Кто не попал? Кто не попал? Лов. Что это было? Я не понял. Это я тебя жахаю. Жестко. Так. Я просто стою, ничего не делаю. Мне нормально. А вот ты душ получаешь. Эээээ. Мне не слой. Убишь всех гребанных дрон. По два раза что любить сейчас будешь? Угу. На тебе. Ты голубь на кусок говно. герой эти пройти эти пройти отошел шишки коллег с м ах тышь че не добегает футбук кремов когда я его подбегает как я ругаю все это то что наоборот надо чтобы ударил за то божественно что потому что в империи за чего так не ну зато ты сможешь божественно сильнее бить хотя насколько я смогу у меня 43 я думаю еще не факт что ты что думаешь стоит попробовать ну не знаю попробуй я тоже не потому что я не хочу играть какая разница из одной ошибки я не буду м вот и не а потом путь дал мне было надо было мне на час посмотри сколько божественное теперь будет у меня убило двух гномиков даже троих божественное что-то несешь точнее нечестивый твою мать несешь к яйца ертый я заметил у одного моего гнома уже нет в живых такие стали все так чего ждем пацаны так 142 146 я я я я я наверно тебя чё за клики что за крик о драке нет да хочет он не отметил или я его уже кем-то бил император с один дракон другому не дают пройти о хо 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 а вот и может быть телепорту кого то из драконов и двоих ударит он 12 гномов и 16 но я типа как и хочу другой стороны может выгоднее все таки ледяное бить потому что сейчас пока ты телепортнер то есть их утра штука слушали динаму и с тем временем все такой я назад а нет проверь сначала это сколько божественная часа беда старая не будет ничего забирать толку не просто но в господинском скотин 240 уронов патрон давай тебе и теме дня я вот думаю может не жрецов нахер сколько нет а сколько ярлов то зацепляет 2 ярла она почти как и ледяная и 10 жрецов снести которые прокурор блокирует хотя все равно туда больше одного все равно не допущу нет ну смотри что нет не но сейчас пройдет этот темный этот ну да тут все равно один дракон только влезет поэтому я сейчас все равно темным их убью поэтому поэтому тут как то так что 575 ну все на последний удар остался у меня даже больше этих остался живых чем у тебя да открыл америка закрыл америка как у меня там гномики обычные числа пачки которые там выносятся по двадцать руках я даже могу теперь себе позволить побить тебя я принял я принял что он вот насколько камушки решают что что и что встал чтобы не дать стрельнуть что ли это так так отошел блин типа спасен а чё нет сейчас темно это пролетит блин и все что там встал то блин так у меня напугал пока ребята это 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 но в общем решает истин что-то думаете сами иметь или не иметь думайте сами кто кого поедет короче как я уже сказал первый бой можно не брать в расчет который мы провели потому что он был познакомительный скорее ну да мы не знали как бы какими фишками тот или другой могут воспользоваться потом как бы подумав немного вот уже вот остальные два боя вот уже можно брать в расчет то есть где нет камней будет совсем впритык победит либо один либо другой там будет но очень близко вот если будут камушки то все у толгары шансов очень мало то есть даже их практически нету так что смотрите как бы до конца я еще ну склоняюсь конечно хангулу потому что все таки мы берем вариант когда мы уже знаем как мы действуем вот то если этот мы берем то хангул да по идее если брать чисто вот правильный как там турнирный то по идее должен толгар пройти но опять же турнир у нас проводится все таки с целью все тонкости героев используют чтобы они могли пройти то есть мы нашли лучший вариант как действовать за хангулу два боя с этим варианта провели вы увидели его результат вот ну в общем пишите кто достоин пройти финал хангулу или король толга в принципе бойцы равны каждую свои фишки ну при наличии равных голосов я буду склоняться к хангулу в общем с вами был 5 по 74 игрок и встретимся на финале надеюсь битва будет интересная и достойный и противники будут достойны друг к другу хотя уж аларик достойного аларика я не знаю это надо постараться чтобы достойного аларика но ты ересь мой мозг вообще все пока но я не знаю это было очень хорошо